МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Эта программа называется «Легко о серьезной музыке». Мой гость Юрий Борисович Дикий, руководитель ассамблея, глава миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера. Вот такой миссии, которая существует уже в Одессе много лет. И делает очень много для популяризации классической музыки, а не только этих двух имен. Но мы говорим легко о серьезной музыке. Честно говоря, что такое серьезная музыка? Я бы не говорил вообще слово «серьезная музыка». Например, вспоминается сразу в пандемату, что вы сказали, письмо Вольганга Моцарта. Оно недавно было только опубликовано. Вообще интересные вещи. Я сегодня узнал о том, что очень интересные материалы по его отравлению появились в Вене. Но здесь как раз совсем другое. Он в письме пишет «Я хотел бы, чтобы моя музыка звучала везде. В бане, на Сеновале». И когда такие подобные вещи читаешь, это все-таки сколько лет уже прошло, не одно столетие. И вот эта популяризация этой музыки, чтобы она получила распространение, оно получило распространение. Можно очень легко говорить. Вы можете прекрасно услышать музыку. Это бывает разно. На мобильном телефоне. Я не думаю, что симфония Брукнера может звучать на Сеновале. Ну, вы знаете, да. Но при этом при всем. Да. Но дело в том, что вы уже говорите не просто о музыке, вы говорите об искусстве. Что такое искусство? Искусство – это очень сложная вещь. Это как бриллиант. Бриллиант имеет 24 грани. Если 24, 23, 22 – это уже не бриллиант, это уже алмаз. Так вот, агранка, которая в искусстве есть, агранка – это коммуникативное свойство искусства, его воспитательная функция, его преобразующая и так далее, и так далее. Вот это искусство. У нас это не понимается. Мы так много говорим об искусстве, много лет. Так вы же говорите о серьезной музыке. Да. И с пяти лет примерно. Я вчера участвовал в одной из программ на другом канале, где был поставлен вопрос, может ли Одесса стать центром возрождения или развития украинской культуры, украинско-национальной культуры? Ну, вопрос такой, прямо скажем, не очень тактичный и не очень понятный. Мне кажется, вопрос совсем непонятный и совсем никуда. Потому что я объяснил там, я не буду повторяться. Но, в принципе, если идет разговор о серьезной музыке, и будем так ее называть, классической, то эта музыка, в принципе, всегда вызывала, и все, что связано с ее развитием, всегда вызывала некую печаль у той части общества музыкального, которая этим занималась. Потому что были вечно жалобы на недостаточное финансирование, внимание, уделение каких-то средств и тому подобные вещи для развития классической, или, как теперь можно говорить, серьезной музыки. Это немножко надоело. Ну, вы знаете, я здесь не соглашусь. Не соглашусь, во-первых, в первую очередь по Одессе. Одесса в своем, так сказать, зародыше, в своем появлении уже была культурным центром. Более того, в первой половине XIX века все крупнейшие музыканты, которые появлялись, настоящие такие, как Ференс Лист, Мавинявский, ну, я не буду сейчас говорить, Антон Рубинштейн здесь часто бывал в Одессе. То есть Одесса была колоссальным центром. Здесь Лист дал только семь концертов. Кстати, должен сказать, что критические статьи на концерты Листа появились только в Одессе. Должен сказать, что, добавить, что еще и замечательный скрипач Фридс Крейслер, австрийский скрипач, ну, такого мирового класса, видно, под влиянием одесских женщин здесь написал прекрасный «Розмарин». Такую пьесу, такую легкую, очень легкую для восприятия. Она, между прочим, достаточно сложна в исполнении. Но и так назвал, прекрасный «Розмарин». Это было написано во время пребывания в Одессе с концертов. Их можно приводить, но мы же не должны не забыть тоже и довоенный период Одессы. Когда Одесса была наполнена просто музыкой. Ну, одно имя Столярского, который выходил на бульвар, и вы это прекрасно знаете, и узнали мамы Одессы, и вели вундеркиндов своих. А эти вундеркинды, это вереница, вот как шутил недавно Кнеллер, кстати, ну, это он уже не первый раз шутит о конвейере, который, понимаете, который отнюдь не Форд организовал. Понимаете, так дело в том, что вспоминается уже как-то о Давид Федоровича Остраха. Но забывается, еще до Остраха Мильштейн был, Натан, который учился у Ауэра. И вот эта вся плеяда шла из Одессы, а я уж о пианистах молчу. И вот этот период, это были праздники музыки в Одессе. Вот так постановка вопроса, которая была перед вами, может ли возродиться в Одессе. А вот тут очень интересный момент. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Вообще, это многоаспектный вопрос. Понимаете, бесконечные аспекты можно. Здесь приводить доводы с одной и с другой стороны. И даже можно негатив превратить в позитив. Но дело в том, что это процессы, которые идут, в общем-то, в мировом историческом масштабе. Стоп, простите, пожалуйста. Но мы опять начинаем этот плач Ярославный. Если говорить возрождение. Само уже понятие возрождения, это мы хотим что-то возродить. Но сегодня в Одессе проходят фестивали, которые устраивает Лексей Ботвинов. В достаточно большом количестве. Фестивали, которые устраивает Хобарт Эрл. Преисходный фестиваль. Да, в последнем. Я не говорю уже более, можно сказать, легком. Хотя он совсем не легкий жанр. Это джазовые фестивали. Вот сейчас будет память Юрия Кузнецова. Фестиваль скрипачей, который будет 1 октября. Вернее, 30, 1 и 29 сентября. И 1 октября в оперном театре. То есть, как бы масса фестивалей, которые, извините, до войны не проводились. Никогда. Ну, во-первых... Время было другое. И понятия фестиваль не было. Видите ли, здесь, если так уже входить, в смысле довоенный период, то и концерт Рихтера прошел незамеченный в 1934 году профессора Одесской консерватории. Понимаете, есть масса примеров за и против. Конечно, какие могли быть фестивали в довоенный период. Это было очень сложно, но концертов было достаточно много. Но здесь я хочу сказать о другом. Дело в том, что я думаю, что Одесса ограничиться не стоит. Нужно говорить о тенденциях, которые существуют и в мире, и в стране, и на постсоветском пространстве. И если мы говорим об Одессе, то Одесса, да, приоритетный город. Например, возьмите... Нет, я прошу, чтобы все закончили мысль. Простите, сегодня, сегодня, было, вот сегодня, день, когда мы записываем эту программу, сегодня 9-е, насколько я помню, да? Да, сентября. 9-е сентября. Решением некой комиссии, которая состояла из специалистов, обсуждающих кандидатуру города для Евровидения, буквально несколько часов назад, был назван город Киев. Хотя, с точки зрения европейской, украинской, внутриполитической ситуации, и всего, что связано вообще с существованием государства и его развитием, Одесса, конечно, была наиболее логичным названием для проведения Евровидения. Я не говорю достойным, но логичным, потому что достойных, к сожалению, в Украине пока нет. У нас нет такого города, который мог бы похвастаться всей инфраструктурой, которая необходима для Евровидения. Хотя Евровидение, это не такой уж большой, прямо скажем, праздник, потому что последний Евровидение, на котором Жамала наняла достойно первое место, на меня произвел достаточно жуткое впечатление, потому что кроме, пожалуй, песни Жамалы еще одной, я ничего не запомнил. Это был такой парад, я бы сказал, стран, но не способности, не одаренности, прямо скажем. Достаточно много безголосых певцов и достаточно много эффектов, которые закрывают это безголосие и бескусицу. Ну да ладно. Вы сами задали тему. Не избранно. Вы продолжили мысль, которую вы мне не дали договорить. Дело в том, что Одесса в данном случае имеет свои преимущества, хотя бы даже по средствам массовой информации. Вот я часто бываю в Киеве, раньше я очень часто бывал и в Москве, это прошло лет 10 назад происходило, и имею очень крупные связи не только у нас, на постсоветском пространстве, с Германией, с Соединенными Штатами Америки. И вот эти тенденции для Одессы, Одесса имеет свои приоритеты. Скажите, пожалуйста, вот мои коллеги в Киеве говорят, у нас вообще практически есть канал Культура, но очень мало передач, которые связаны с той же классической музыкой. Считанный канал Культура недавно появился, по сути дела. Давно, это вы напрашиваете? Нет, ну там же был очень незначительный контент, понимаете, разнообразный, и очень иногда такие концерты, что лучше не слушать, потому что качество очень плохое. Но возьмите, до того, что появился канал Культура, в Одессе было столько передач, на нашем областном телевидении, который делала Наталья Смирнова, вы делали массу передач с Натальей Хохловой, Покровской. То есть в Одессе, я от себя только могу сказать, не было телеканала в то время, где я не рассказывал бы о Рихтере, о Бойстрахе. То есть Одесса всегда имела очень большое просветительское преимущество именно на средствах массовой информации. Теперь возьмите даже прессу. Вечерняя Одесса, достаточно много было публикаций, рецензий и так далее. Я не буду сейчас перечислять рецензентов. В этом плане в Одессе очень многое было, очень здорово поставило в направлении классической музыки. А с другой стороны, мы видели, как у Одессы откатываются ее, откатывают в некий областной центр. Я не буду сейчас приводить слова Паустовского по этому поводу, я не буду приводить слова Каверина по этому поводу. То есть Одессу сдвигали с места вот этого, знаете, не первый, но и не второй город. Ее сдвигали вот в такой, понимаете, вот перечень городов Украины. Что, собственно, сейчас и произошло, потому что у нас есть Киев. И должен сказать, что Киев в этом отношении просто город, который зависит от некоторого, я бы сказал, государственного позитивизма, я бы сказал, примитивизма. Потому что события, которые происходили во всем мире, когда отмечались даты величайших одесситов, ну, например, Довестовича Ойстрах, 2008 год, столетие, выдающегося скрипача, уровень, действительно гениальный скрипач, уровень, который знает весь мир, представляет, кстати, Одессу. Ну, он очень хорошо оказался в Москве. Москва очень хорошо сейчас в этом плане закрепила за собой российского, так сказать, выдающегося, хотя он действительно не российский, а действительно из Одессы. И что происходит сейчас? Происходит та ситуация, что столетия на сайте Министерства культуры нет. Столетия Святослава Рихтера, который знает весь мир, который был из Одессы. Вчера, кстати, в скобочках скажу, вчера появился фильм, посвященный столетию из Житомира. Небольшой, очень маленький фильм сделал Георгием Макритским, который написал очень интересные материалы по Рихтеру, и он родился в Житомире, потому что там документально очень интересные материалы. Это потом он переехал в Одессу, да. Ну, он не потом, он переехал в Одессу, ему несколько месяцев было, а потом все время... Нет, он родился в Житомире. Но он показал, что, подождите, это же Украина, Генрих Негаус, это Украина, это то, что, по сути, делалось наше государство, и что вышло на мировую... То есть, здесь сейчас нет... Что такое Генрих Негаус? У нас такое количество из Украины, что все американские первые скрипки... Совершенно верно, совершенно верно. Все американские скрипачи... И что происходит в Киеве? Скажите, Киеве вспоминает сейчас? Столица нашей Родины вспоминает контент классической музыки. Я сейчас буду пришлять до утра. Я задаю вопрос. Киев вспоминает Министерство культуры, которое возглавлял Погутский, Нищук сейчас возглавляет... Вспоминает выдающееся то, что должно представлять вообще наше государство? Ну, через что, отвечает, да? Нет, не вспоминает. Значит, хочу сказать, что мы все время плачем по этому поводу. Бессмысленные рассказы о Министерстве культуры в течение многих лет, они ни к чему не приводят. Взывание к Министерству культуры... Ну, конечно, ничего не... Это... С таким же успехом можно упасть в пропасть, где-то в Гималаях, и орать «спасите». Это совершенно... Если у тебя нет средств связи... Нет, Игорь Николаевич, переходим, мы же говорим легко о музыке. «Спасите» до тех пор... Давайте на анекдоты перейдем сюда. Поэтому это совершенно бессмысленно. Это гипотическая ситуация. Да, мы говорим о том, что, судя по всему, и это сегодняшний день показал, вот этот выбор Евровидения для Киева, показал, что Одесса не должна зацикливаться в своем, ну, как бы, в своих сомнениях и в том, что как... в обиде своей. Наоборот, Одесса – это город, который всегда был создан для музыки, для большой музыки. Да, мы не будем вспоминать оперный театр, мы не будем вспоминать филармонию, мы не будем вспоминать консерваторию. Там огромное количество имен, концертов, событий и так далее, и тому подобное. Но Одесса создана для того, чтобы проводить здесь потрясающие по своему масштабу и по своей значимости в Европе и в мире какие-то музыкальные акции. Память – это будет Ойстраха, память Гиллиса, память Рихтера. Каждое имя дает возможность распространить эту информацию на весь мир. Это правда. Безусловно. Но при этом, при всем существует ситуация, которая требует, ну, внимания, вложения, ситуация, связанная с экономикой и так далее, и тому подобное. Вот экономика сегодня, а вам, как никому это известно, во многом ведь зависит, так называемые, тоже печально известные, инвестиции, зависит ведь от культурного уровня того места, города, страны, которые эти инвестиции, не то что требуют, но в которую эти инвестиции могут пойти. Вот это с этим связаны инвестор и культура. Безусловно, но я привожу последний пример. Не Евровидение, Евровидение, не культура. Ну, концерт, который был, вот, не надо Евровидение. Сейчас концерт возле оперного театра, который был грузинский подарок Одессе. Я считаю, что это было больше, чем Евровидение, потому что и ансамбль, который там был на сцене, Сухишвили, мирового уровня, и пианистка. Танцевальный ансамбль, потрясающе, да. Пианистка была мирового уровня, Хатия Буанадишвили, мирового уровня, который сейчас знает весь мир. Кстати, не очень хорошо знает Украина. Так вот, здесь было приглашение, и мы получили такой грандиозный действительно праздник и подарок. Но, я хочу о другом сказать. Дело в том, что вы говорите об инвестициях. Ну, хорошо, что вот Саакашвили нашел, и была какая-то инвестиция в Одессе. А теперь давайте посмотрим немножечко на Киев, без, извините меня, всякого такого, понимаете, плача под Ярославной, понимаете, по поводу того, что вот как происходит это в Киеве. Вот, простая вещь, с чем я столкнулся. 90-летие Рихтера, 95-летие Ойстраха, все. Киев в данном случае, почему не реагирует? Вот почему ничего нет, никаких инвестиций? Давайте посмотрим простейшие вещи. Давайте взглянем на Соединенные Штаты. Как вообще это происходит в мире, интересно. А потом перейдем в Украину. Ну, например, обратите внимание, сейчас выборы президента Соединенных Штатов. Там две партии, республиканская и партия демократическая. Вот посмотрите, какие концерты были у президента Обамы. Один концерт, где он немножко пел, помните, был такой... Это в то время, когда он избирался? После выборов был у него концерт. Там юбилейный какой-то концерт. Очень облегченная программа. Приглашены достаточно известнейшие звезды, которые представляют шоу-бизнес и никакой классической музыки. Вернемся немножко к предшественнику Биллу Клинтону. Саксофон, вы знаете, прекрасно. Никаких особых концертов классических нет. Теперь посмотрим на республиканцев. Концерты, которые были даже у Джорджа Буша. Джордж Буш, помните, когда было 200-летие Америки, пригласил английскую королеву. Кто играл на концерте в Белом доме? Ицхак Перельман, выдающийся скрипач. Конечно же, классическую музыку. И хор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Я не буду переноситься раньше. Сколько раз Горовец играл? Я уже не говорю, что наградили Исхака Перельмана высшие награды Соединенных Штатов. Но возьмем последнее даже. Вот Кандализа Райс, известный госсекретарь Соединенных Штатов статью республиканцем, заканчивает свою карьеру чем? Чем она заканчивается? Она едет в гости к английской королеве. И играет концерт классической музыки. То есть она играет квинтет Бранса фортепианой второй. Она пианистка? Я не знаю. Ну конечно, в том-то же и дело. Причем незаурядная пианистка. Как на это реагирует у нас? Ну шок у всех. Понимаете, как это Кандализа Райс, понимаете, сама сидит, играет у английской королевы. Но самое интересное, как среагировала уровень прессы, как среагировала на это выступление. Что писали? Я вам потом расскажу, как в Одессе писали относительно Остраха и Рихтера. Они написали, что оказывается, в квинтете все остальные аккомпанировали Кандализи Райс. Почему? Потому что она была секретарем министром иностранных дел. Ансамбля уже не было. Знаете, кто аккомпанировал? Я так понимаю, что тоже... Первая скрипка была жена министра иностранных дел Великобритании. О чем я хочу сказать? Вы понимаете, что есть уровень инвестиций от первых лиц, так как было с Воронцовой, с Советой Ксавериной, которая аккомпанировала, вы знаете, певцам нашей итальянской оперы. Чему вы найдете? Я веду к тому, что инвестиции начинаются от тех лиц, которые дают деньги на это. Я с этим сталкивался. Например, когда мы делали Рихтерфесты в Одессе. Я ни копейки деньги в Одессе не мог добиться, как общественная организация, чтобы провести самые мощные даты, которые были у нас. Кто давал инвестиции? Инвестиции давал нам, помогал в полной мере немецкий посол. Вы не поняли, о чем я спрашивал вас. Я спрашивал об уровне совершенно другом. Ну давайте объясните мне, какой уровень. Я спрашивал вас о том, если уровень культуры, в том числе и музыкальной культуры, служит приходу инвестиций во все отрасли, интересующие инвестора, только потому, что инвестор благодаря этой культуре уверен, что эти инвестиции будут работать. Инвестиции будут работать, когда будет, во-первых... Это не в концерты и не в квартеты. Так зачем далеко ходить? Я же был свидетелем, лично был свидетелем, как решаются очень многие вопросы на самом высоком уровне, на уровне послов и даже выше, решается именно благодаря классической музыке. Потому что когда появляется большое количество дипломатов, когда появляется министр иностранных дел, и на таком уровне идет концерт классической музыки, но Горовиц играет в Белом доме. Вот я бы играл, например, на одном из таких концертов. По-моему, Горовиц тоже родился то ли в Житомире, то ли в Киеве. Одни считают в Харькове, но вообще-то в Киеве. У нас конкурс Горовица. Кстати, надо отдать должное, что Киев как раз Горовица, хотя этот конкурс не проводился несколько лет, и он чуть не ушел сейчас в небытие. Кстати, о инвестициях. Ну, например, история с Ойстрахом в Одессе, когда мы проводили Ойстрах Ассамблеев и в них участвовали. Мы не получили ни копейки денег, ни от кого, ни от города, ни от чего. На следующий год, как только Киев, вот как история с Евровидениями, и вот вложение, инвестиции. Кучме подошел злотник, наш, кстати, известный довольно песенник. Подошел один скрипач, говорит, там в Одессе был этот вот, но давайте мы спустя год, прошло уже 95-летие, спустя год проведем там конкурс. И что, Кучма дает им 3 миллиона на проведение этого конкурса. Кстати, часть этих денег пошла на избрание Януковича, насколько мне известно. Понимаете, там умеют деньги применить там, где надо. И что вы думаете, в Одессе моментально наши руководители сразу помогли, сразу конкурс приобрел. Великого украинского скрипача Януковича. Да. Ну, дальше. Это был 2004 год, кстати. И вот такие вот моменты, я почему рассказываю, вот у меня был участник этого концерта у немецкого посла. Ну, вы, наверное, слышали об этом, что там нехилый был довольно состав. Там, по-моему, посол сам играл на велончели, да? Он был велончелист, жена пианистка, кстати. Ну, кстати, вчера в новостях, он уже не посол в Украине уже лет 10, он уже ушел на пенсию, но он участник нашего сейчас проводящегося в Польше. Чему это все мы говорим? Мы говорим о том, что эти люди, имея тот уровень образования и горизонт, эти люди настолько высоконравственны, потому что искусство это очень здорово повышает, люди, которые этим интересуются, не ради денег, а ради того, что искусство это не деньги. Искусство это высшая форма человеческого сознания. И те, кто принадлежит вот такому бескорыстному искусству, это как в любви. Бескорыстие здесь очень важно. Вот тут начинается очень многое, когда проходят потрясающие проекты, когда проходят праздники, кстати, на Западе это очень распространено, происходит в небольших французских, английских городах, в Германии происходит, что инвестиции большие туда идут, но обратите внимание, не в столицу. Большие, потому что, например, Паша Верников в каком-то городке, чуть ли не в Швейцарии, там маленький городок, проводят какой-то совершенно фантастический фестиваль. Так я вот рассказываю, как произошло этого немецкого посла, когда решались. Присутствовал Хербст, очень известная фигура в дипломатическом мире, сейчас Соединенных Штатов Америки в министерии работает. Дальше присутствовал Бринкли, посол Великобритании, присутствовал Пинчук с женой, присутствовал Отец и Мать, присутствовал Урсула Зайлер, это крупнейшая немецкая фирма, фортепиано. Вы знаете, там масса двух отделений фортепиано и концерт. Мне пришлось играть. Между ним ужин. И решались масса вопросов. Я рассказывал, кстати, об Одессе, рассказывал о нашей миссии, что мы пытаемся сделать, как мы пытаемся, вот то, что мы говорим, возрождение, мы пытаемся поддержать, я уже не говорю, только доски открыть, концертами, помочь настоящим музыкантам, и все время вести просветительскую работу. И должен сказать, что там произошел очень интересный такой, могу рассказать вам, такой случай, так скажем. Сцена была, конечно, поразительная. Когда Дитмар Шчудеман спрашивает Лену Франчук, дочку Кучмы, а у вас в доме проходят вот такие концерты, фортепианы, музыки, ансамбли. Ну, вот как Ангелиза Рай сыграла на уровне английской королевы. Она говорит, вы знаете, у нас это не принято, ответила Франчук. Она говорит, вы знаете, у нас как-то больше поют. На что, очень так опустив голову, бросил фразу Чалой, тогда был первый заместитель министра иностранных дел, он бросил такую фразу, когда сильно выпьют. Понимаете, вот это, мы об этом говорим, о том, на каком уровне и какие масштабы государственных деятелей, как они могут. Кстати, должен заметить сейчас, фигура Трампа, которая сейчас, так сказать, муссируется от республиканской партии. Я не очень, вообще не симпатизирую этому человеку. Но самое интересное, я узнал совершенно недавно, что в 2012 году он устроил грандиозный концерт узбекской пианистки, малоизвестный, у нас ее практически не знают, в Корнеги-Холл. То есть, есть какие-то вещи, которые, понимаете, я когда рассказываю со своими друзьями в Соединенных Штатах, они начинают тоже эти вещи каким-то образом, это та небольшая доза, которая заставит кого-то пойти как-то голосовать. И вот возникает такой авторитет, авторитет личности, государственного деятеля, политического лидера, который приходит в филармонию. Ну, например, Леонид Данилович Кучмов в свое время никогда не знал. А к чему мы это все говорим опять же? А мы говорим, что это инвестиции. Это мы говорим о том, что это личное участие. У нас заканчивается время. У нас просвещенное было государство, в Одессе была посвященная власть. Что нужно сегодня моему и твоему городу? Моему и твоему городу очень долгое нужно. Нет, ну что нужно? И вот то, что происходит, ну, понимаешь, то, что происходит, замечательно. Но есть какие-то точки зрения. Ну, и, например, возьму сейчас... Ну, невозможно же плакать все время. Ну, при чем тут плакать? Ну, вот беру я сейчас свежую газету Одесские новости, Одесского клуба Одесситов. Вот я читаю редакционную статью Голубовского. Она вышла 2-3 дня, там, неделю назад. Он тоже плачет какой-то себе. Ну, не все в Одессе так хорошо. А очень хорошо, ты же говоришь. Ну, вот открыли там на театральной площади звезды, появились далее. Причем моей уважаемойшему человеку Людмилу Луны Гейнсбург. Кемилю Григорьевичу Гиллису. Открылись звезды Рихтеру раньше. Ну, да, Петру Солмону Столярскому. Ахматову, сейчас Столярскому. Но я тебе должен задать вопрос, как с Рипачу. Ты помнишь доску Столярского, где он жив? Да, на Кушнице. Она по сегодняшний день висит. Так ты мне скажи, пожалуйста, вот Столярский звезда... Нет, почему это мы говорим? А доска, которая висит и гвоздь торчит. И оказывается, Столярский до 44-го года. Жил, понимаете, в Одессе при немцах. Так вот это и говорит о парадоксах. Понимаете? Как Солмон Столярский умер в городе Свердловск. Ну, в Одессе доска больше 20 лет висит, и ничего мне не удается. Мне пообещали, что якобы сейчас ее поменяют, что уже принято какое-то решение. Ну, скажи, пожалуйста, ты принимаешь сейчас золотые скрипки Одессы у нас в городе. Будет большущий концерт. Это мэр принимает, а я просто художественный руководитель. Ну, вот скажи, приедут гости из многих стран. Уже был юбилей Столярского, они приходили к этой доске. Я к чему веду? Мы находимся в парадоксальной ситуации. Вероятно, этими мы и закончим. Я что, буду против звезды, чтобы появилась звезда Людмила Луныгинсбург, мой любимый педагог? Я против того, что был памятник Ойстраху, Рихтеру, Гилельсу в Одессе? Вопрос в качестве. В нашем отношении. Понимаешь, как в анекдоте. Хотели сделать хай-тек, а оно получается хай-так. Ну, я черномырденно по этому поводу не буду вспоминать. И вот представь себе, на театральной площади бы стоял, помнишь, тот памятник Ойстраху, пятиметровый, бронзовый, с скрипкой в правой руке, со смычком. Поэтому, когда я вижу нашу театральную площадь, оперный театр, я понимаю, как мы должны отнеститься с точки зрения самого высочайшего аристократизма духа. Вот я хотел бы, чтобы мы показали ракурс нашей театральной площади, знаменитый. Понимаете, знаменитый театр стоит. И когда я вижу рабочего, или инженера, я не знаю, громадная скульптура такого же ранга, как хотели сделать Ойстраху, с одной стороны. Дальше идут герои Советского Союза, дальше идут герои Орденов Славы, где врезано окно. И, по-моему, не одно, а даже два. Дальше идут герои Социалистического Труда, и там же идут звезды. Когда посмотреть невооруженным глазом немножко объективно, мы увидим то, что делает то, что говорил и Паустовский, и то, что говорил Каверин в Одессе. Мы превращаемся в областной центр. Вот при всех наших праздниках, при всех наших фестивалях нужно думать, это своеобразный перфекционизм. Пусть меня в этом упрекнут. Но мне бы хотелось, чтобы, во-первых, ну, не звезда Столярская. Вот спросить Столярского, понимаете, вот будет ваша звезда. Нет, он не звезда. Людмила Луна не звезда, Рихтер, Гилльц не звезда, Ахматова не звезда. Это может быть улица, это может быть бульвар, как у Жванецка. А кто звезда? Звезда у нас, вот это Рахманинов потрясающе в своих воспоминаниях об этом сказал. В Америке появились звезды. Кстати, тогда и стали эти звезды делать. Ну, понимаете, Рахманинов не звезда, Рахманинов это Рахманинов. Лев Николаевич Толстой, это Лев Николаевич Толстой. И когда я подхожу к памятнику Толстому, ну, не будем говорить на площади Толстого, я живу рядом. Я подхожу к памятнику и вижу голову, я еще иногда думаю, голова профессора Толуэля, понимаете. Я не буду говорить о достоинствах, он есть, слава Богу. Но когда я с той стороны читаю, что это дар Льву Николаевичу Толстому от трудящихся центрального района в честь 50-летия Великого Октября. Вот я об этом говорю. И это становится смешно. Сейчас мы понимаем, что это смешно, а тогда было это очень серьезно. Я задаю вопрос, не слишком иногда мы серьезны, то, что мы делаем сегодня, чтобы не возникло потом? Нет, ну, я с тобой в масштабах и во всем я с тобой не согласен. Я понимаю прекрасно, например, о звездах. Звезды, ну, во всяком случае, это гордость города. Безусловно. И будет там Людмила Новымна Гинсбург, Петр Солмон, Столярский, наверное, еще будет. Это нормальное совершенно явление, потому что эти имена известны, ну, будем говорить, если не во всем мире. Ну, Столярский может быть известен, действительно, в мире вскрипичен во всем. Но уж, прямо скажем, не в гражданском мире. Тут уже никуда не денешься. То в любом случае они известны в рамках страны бывшего Советского Союза. Ну, известно. Ну, понятно. Нет, ну, аллея славы я могу понять, аллея футболистов я могу понять. А вот разнообразие Ахматова, Кира Муратова, Жванецкий, Гинсбург, понимаешь, меня начинает бросать. Прости, я задаю тебе вопрос. А что Яков Зак, народный артист Советского Союза? Нет, я понимаю. Но при этом, при всем, это сейчас говорится о том, кто достоин. Нет, так это же столетию, понимаешь, столетию. Это неправильно. Мы совершенно справились. Вот если есть критерии к столетию известных имен, и этими именами гордится город, нужно делать это, делать аллею звезд. И это нормально совершенно, и это действительно знаковое место, и тут говорить не о чем. Другое дело, что мы можем говорить и все время плакать по поводу того, что это не так, это не так, это не так. Но вот сегодня совершенно явно просматривается, просчитывается ситуация с тем, что Одесса может превратиться не только в столицу юмора, которое довольно тоже странно надо доказывать все время, чем-то, но в столицу музыки несомненно. Кстати, должен сказать, что и песенная Одесса, и юмористическая Одесса очень многими неодесситами прославлены, которые вообще не родились в Одессе. Да, оно приписано, да. В Петербурге, да, 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 да. Мне кажется, вот выбрав вот такие бренды, мы должны, да, мне так кажется, должны их развивать с одной стороны, а с другой стороны понимать, что не количеством концертов ежедневных при пустых залах. Вот мне должен сказать, вот не пустые залы, и были очень интересные концерты, это меня очень радует. Действительно, вот то, что ты сказал, фестивали, все, и вот даже то, что вот сейчас появляется такое количество, что иногда перебор в день, происходит 4-5 фестивалей, тут тоже нужна мера. Да, конечно. Тут должно быть определенное форматирование, но мы сейчас говорим о классической музыке. Я об этом говорю. И мы к этому возвращаемся, вот тут должно быть очень серьезное форматирование, потому что одно дело кулинарный фестиваль, а другое дело, когда это люди, которые известны во всем мире, Одесса должна это помнить. Потому что, когда был юбилей 30-летия Калас, я чувствовал себя, знаете, на высоте, когда я видел, как мир это отмечал. И когда мы отмечаем такие юбилеи с памяти Каласа, 30-летие, тогда как раз это происходило рядом с Ойстрахом, столетие. И должен сказать, это был разительнейший контраст, даже в Москве. И должен сказать, что, понимаете, Кучма, когда пришел на концерт в НСМА, вместо Гидона Кремера, который играл в это время, это тоже очень символично было для классической музыки во всей Украине. Потому что никого из руководителей Украины, ни до Кучмы, ни после Кучмы, в классических концертах никто никогда не видел и не слышал. Знаете, мне такое рассказали, что несколько раз видели жену Турчимана во филармонии в Киеве. А это очень важный посыл для государства, который представляется, я еще раз возвращаю, дипломатической стороне. Потому что, вы знаете, есть негласное правило. Вот когда встречаются аристократы, встречаются даже крупнейшие бизнесмены, у них есть некий джентльменский набор. Это умение играть в теннис, знание языков, умение кататься на лыжах, конный спорт и так далее. То есть, они знают, о чем говорят. И классическая музыка здесь занималась всегда. Это, знаете, как своего рода кортезианское знание экрана. Что может этот человек? Спасибо. Все. Вывод. Вывод. Какой вывод? Что у нас хорошая перспектива. Нет. Что мы находимся в парадоксальной ситуации. Я вот еще раз возвращаюсь к этому. Но есть один момент, который явно совершенно просматривается. Классическая музыка, концерты, которые интересны. Даже если вы не знаете классическую музыку, но слышите от кого-то, что это интересно. Идите, потому что это кроме того, что вы получаете наслаждение. Может быть, вы его не получаете. Если честно. Может быть, это для вас даже мучительно. Но это контакты с той группой людей и с тем слоем общества, который в любом случае прогрессивен. Гораздо прогрессивен, чем все другие. Это правда. Так зачем? Это исторически известно. Это даже в классической, так сказать, философской литературе. Да, ты меня исполнил. Да нет, но это Асафьев совершенно финально сказал. Что даже музыканты, профессионалы, которые приходят в зал, они не стоят той публики, которая привержена с любовью к классической музыке. В Одессе. Леонид Авербух, который всегда в концертном зале. Вадим Недоступ, который обожает классическую музыку, замдиректора крупнейшего института. Это я иллюстрирую то, что ты вообще сказал. А я говорю о лицах, в истории, возьми, циклис, который был в Одессе, понимаешь, и так далее, и так далее. То есть это тот цвет, который всегда спасает нашу классическую музыку. Спасибо большое. Пожалуйста, заходите в эту клумбу, где сидят такие замечательные цветы. Я, честно говоря, не знал, что сказал Асафьев, да? Или Асафьев. Это композитор Асафьев. Ну, конечно, 28 балетов. Понятно, замечательный, да. Композитор Асафьев, но должен сразу сказать, что я пришел к этой мысли тоже в процессе этой передачи. Очень благодарен Юрию Борисовичу Дикому. Взаимно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова